на ремонте Octavia Tour 1х9 TDI проблема не в этом а в хрусте опорного подшипника значит у меня была проблема на этой стороне со шрусом тоже похожий хруст как у шруса но шрус хрустит когда повернул руль и начинаешь движение а тут просто на месте стоишь руль влево вправо влево вправо залез попросил жену покрутить залез сюда взялся за пружину и слышно прямо что она такая причин может быть несколько например оборванная один виток и он тогда не упирается а ездит здесь посмотрел не оборван а если щупать вот здесь при повороте тоже прямо такой явное дребезжание поэтому что-то попало в подшипник его нужно или поменять или минимум смазать но во всяком случае обслужить в Octavia можно это сделать без снятия стойки а просто опустить ее вниз для этого нужно сначала открутить здесь шестигранник на 7 честно говоря мне кажется что я когда начал его откручивать он сам пошел головкой потому что тут головка из набора она внутри без отверстия поэтому я стукнул и мне кажется что он пошел но я нашел вот такой еще у меня это головка от мотоциклетного свечной ключ на 21 как раз раньше были размеры на 21 и 22 это на 21 и ключ на 7 6 грамм и все он откручивается плотно у меня не был зажат поэтому бывает так что кто-то говорит что у них на сервисе когда они меняли стойку то зажимают пневматикой и там уже нет у меня как-то все нормально сначала откручиваем здесь просто вот эту верхнюю крышку а сначала вот эту крышечку надо было крышечку снимаю и откручиваем и затем что нужно будет сделать нужно немножко поддомкратить и снять открутить стойку стабилизатора чтобы ниже опустился ниже опустилась колесо вместе с пружиной он опустится ниже и подшипник можно будет снять через верх но для этого подокрачиваем и снимаем колесо но сначала откручиваем здесь процедура несложная вообще никаких вопросов нет просто эту тарелку снимаем и еще нужно ну как бы наживить или сорвать следующую гайку тоже она снимает раскручивается вместе держим шестигранником здесь просто вот эта гайка чисто держит предохранительную эту шайбу снимаем и дальше еще одна гайка и вот здесь я тоже сорвал и вот здесь тоже держим шестигранником и откручиваем гайку ну просто срываем потом у нас будет возможность у меня есть еще один такой свечной ключ тоже на 21 и сможем открутить значит что еще в принципе можем сразу что еще необходимо пока пока придержим чтобы ничего не повыпадало пусть стоит что необходимо поднять колесо поднять открутить колесо поднять сильно не натягиваем чтобы в таком положении чтобы можно было открутить стойку стабилизатора для этого в неподнятом состоянии ключом на 16 торцевой головкой на 16 откручиваем не на 17 на 16 поэтому запаситесь не не в каждом наборе есть откручиваем стойку стабилизатором и так в опущенном состоянии снимаем стойку стойку стабилизатора откручиваем болт гулкой на 16 все ну и теперь уже мы можем поднимать вверх вместе с просто поднимаем домкратом вверх пружина опускается и пусть опускается единственный момент это нужно теперь зажать пружины специальными креплениями у меня уже стемнело поэтому покажу как все закончилось я открутил такие вторую гайку здесь опустил поднял машину колесо опустилось буду вместе с фонарем показывать так уж у меня темно уже но кроме того что когда опускал в какой-то момент когда под начали подходить упирают упирали шпильки зажимов пружины и я прихватил немного шпильками это специальные шпильки для зажима пружины их нужно у меня были но в принципе они нужны для того чтобы открутить гайку и она не выстреливала пружина не выстреливала сильно не натягивал просто потихонечку отпускал и в какой-то момент зафиксировал и чуть-чуть подтянул и потом поднял полностью машину до того как колесо уже начало телепаться даже не снимал поленился даже колесо снять надо не забыть его сорвал думал снимать но потом решил поленился и теперь смотрите в самом верху уже опустил колесо опустилась потому что видите она ниже так его фиксирует стойка стабилизатора а так она еще ниже опустилась и теперь можно снять прокладку подкладку вот эту не подкладку это отбойник под отбойником стоит сначала подшипник ну вот это вот единственный момент что он нельзя сказать что в плохом состоянии как по мне так неплохо сейчас конечно его почищу по мою дальше идет подкладка пдд ппд проставка просто как проставка а потом идет тарелка тарелка под ну и вот как видим вот здесь она бом-бом-бом проезжает соответственно почему-то не не ездила по подшипнику а ездила вот здесь пружина пружина целая проблем с ней нет не знаю почему такая ситуация закусывание нет она такая немножко суховато конечно ходит но подшипник снимается он очень просто вот вот я например смотрите руками просто если руками не снимается то вот сюда можно поддеть но у меня даже руками снялся чик ну и теперь я сейчас открою и покажу в принципе достаточно приемлемо помыть посмотреть на состояние шариков смазать и поставить назад и будет еще как по мне даже неплохо но есть какие-то нюансы шерест хруст ну все что нужно сделать это сейчас собрать в обратной последовательности смазать почистить все и назад собираем и посмотрим чем все закончилось скорее всего все будет хорошо но и посмотреть где же она тут это это вот так сюда сюда ставился прокладка потом подшипник а а потом вот этот отбойник почему она не не крутилась честно говоря очень странная ситуация по идее она должна была крутится посмотрим этот крутится пожалуйста шток в амортизаторе ну значит все нормально значит менять его не нужно мне было сомнения а не я не заказал новый подшипник а нужно ли его поменять не сразу сказали что не морочь голову смазывать нужно менять но в хорошем состоянии поэтому сейчас все достал вы мы будем собирать в обратной последовательности итак я отмыл конечно как видно подшипник нельзя сказать что он фонтан есть какие-то дефекты по самой рабочей поверхности сами шарики круглые нету дефектов на самих шариках я все хорошо выбыл ну и собственно шариками все как раз в порядке что необходимо сделать смазать смазывать я обычно литого простите шрусом обычно смажу но на этот раз вот такая у меня есть синяя смазка с этим по моему она называется синеватым оттенком значит смазывать нужно немножко это очень важно потому что все равно он вылезет вот совсем немножко лишнее убираем такой синеватый оттенок немножко в середину сейчас приклею сюда шарики и потом немножко на ту сторону и лишь бы они были в смазке и все набивать не нужно оно вылезет к нему прилепнет грязь там все время грязь будет налипшая оно не нужно ну и собственно сейчас смазываю собираю подшипник вместе и ставлю на место в общем то это весь ремонт чем все закончилось посмотрим но думаю что это все полностью решит проблему как видим даже не с ним колесо не снимал это значит что минимум инструмента единственное что вот все таки эти скобы эти стяжки для пружин нужны они очень недорого в любом магазине таком продаются и сильно их затягивать не нужно немножко просто продержать ну что же я все собрал в общем то подошло время ставить все на место подшипник как видим он разбирается легко если не разбирается можно отверточкой ну и вот в таком состоянии все отлично смазано у меня темно поэтому с освещением сейчас сложности поэтому я показываю в какой последовательности сначала ставим вот эту чашку на пружину на пружину проставку если у вас есть у меня есть проставка пакет плохих дорог двух сантиметров потом вот этой стороной ставим подшипник а сверху на него уже отбойник все ставим на место и затем прикручиваем гайкой стягиваем пружину первое гайка вот это она все стягивает и стягивает пружину через сюда она проходит и потом уже ставим гайку которая вместе с отбойником уже вместе с тарелочкой такой потом уже на это уже сверху будем эту тарелку ставить а сначала все собираем в обратной последовательности когда я там все на место собрал нажавил эту гайку и тогда поправлял руками направлял чтобы он опускал домкрат и руками поправлял чтобы стало в эту чашку все и уже когда полностью домкрат опустил закрутил эту гайку еще не полностью сейчас затянули с помощью буду держать шестигранник и гайку закрутил и собственно уже сейчас можно проверять уже это такой роль никакой не играет но нужно хорошо затянуть вот эту гайку самое главное чтобы вместе чтобы шток стоял крутилась вместе и и шток будет закреплен на месте нижняя часть амортизатора должна крутиться на подшипники опорном ну собственно думаю что это решит проблему сейчас попробую будет ли тарахтеть собственно это весь ремонт как видите просто разобрал и смазал можно решить такую раздражающую проблему тем более что она растреск начался значит с ним надо что-то делать повторяйте подписывайтесь на канал думаю что вы самостоятельно как видим быстро без полного разбора несколько гаек немного солярочки или бензина маленькая баночка помыли смазали и вперед увидимся на канале